Российско-японский семинар под названием «Актуальные вопросы гериатрии и геронтологии. Опыт России и Японии» прошел 6 ноября в Москве. Этот семинар был предназначен для врачей всех специальностей, вовлеченных в лечение пациентов пожилого возраста и посвящен медицинским аспектам здорового долголетия и лечению возраст ассоциированных заболеваний. В семинаре приняли участие сотрудники Российского геронтологического научно-клинического центра Медицинского университета имени Пирогова и Национального центра гериатрии и геронтологии Японии. Основы сотрудничества японских и российских геронтологов были заложены 4 года назад на Дальневосточном экономическом форуме. За 4 года можно сказать, что наше знание друг друга значительно улучшилось и наше понимание друг друга значительно возросло. Я сам в прошлом году ездил в Владивосток, уже 2 года я приезжаю в Москву. Различные вещи мне теперь значительно лучше видны и значительно более понятны. Поэтому на будущее я могу сказать, что нам нужно дружить, нам нужно продолжать сотрудничать. В России еще несколько лет назад средняя продолжительность жизни составляла 69 лет. Сейчас она возросла до 73 лет. Это обусловлено различными факторами. Например, работой по снижению артериальной гипертензии, по снижению потребления соли, переходом на более здоровые блюда и продукты. Говоря о перспективах увеличения продолжительности жизни в России, доктор Энто сослался на недавно опубликованные данные. В одном журнале опубликована некоторое время очень интересная статья, ее сейчас широко обсуждают по всему миру. В настоящее время доля пожилых людей, стариков в структуре российского населения составляет примерно 14%, насколько мне известно. Когда она вырастет, когда с увеличением продолжительности жизни доля стариков в обществе будет расти, и вот когда она возрастет примерно до 20%, то 15% из этих стариков будут страдать деменцией. В этой же статье говорится, что особенно когнитивным расстройкам предрасположены люди, у которых снижена функция слуха. Так вот, если таким людям поставить слуховой аппарат, то вероятность проявления когнитивных расстройств можно снизить на 8%. Визиты японских геронтологов в Москву регулярны, и их спонсирует Японское министерство здравоохранения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова